Здравствуйте, дорогие зрители! Все бурлит и пенится в мыльном мире. Если вы уделите нам 5 минут своего времени, вы узнаете последние подробности жизни латинских звезд. Ну, сами понимаете, скандалы, любови, расставания и все такое прочее. Итак, мексиканская актриса Майти Перроу вроде бы нашла себе нового кавалера. Прошло несколько месяцев после ее расставания с певцом и актером Манни Даля Парра. Расставание было таким неожиданным, народ, так сказать, до сих пор и не понял, что там у них произошло. Ну вот, значит, Манни Даля Парра сейчас танцует активно, а Майти очень занята работой. Она выпустила новый диск, совершает тур по Африке и вообще чрезвычайно активно. И вот, кажется, налаживается и личная жизнь. Пишут, что новая возлюбленная Майти Кришнаит. Ну что, экзотично. Представляем себе, как они вместе на два голоса поет Харе Рама, Харе Кришна. Ну ладно, это, так сказать, шутки. Но тут, что хочется сказать. Дама она видная, одна всяко-разно бы не осталась, как бы она этого и не хотела. Ничего все равно не выйдет. Ну, пожелаем счастья. Марк Энтони, кажется, наконец нашел свое счастье в лице Хлои Грин. А наследницы империи моды Топшоп. Ну, это, конечно, приятная такая деталь, да, что твоя невеста мультимиллионерша. Ну, тут дело в том, что и сам Марк, в общем-то, не бедный человек, поэтому мы так думаем, что здесь это не главное было. Говорят, он влюблен в нее по уши, познакомился уже с ее отцом Филиппом Грином. И, скорее всего, будет свадьба. Ну, семейство Грин придерживается иудаизма. И если свадьба состоится, то она будет по иудаистским традициям. Вообще, конечно, очень интересно, да, как мир становится ближе друг к другу. Американец портариканского происхождения и англиченков с еврейскими корнями. Счастливая пара и никаких тебе не поняток религиозных и национальных. Ну, что можно сказать, здорово? Так, в общем-то, и надо. Сурья Вега наслаждается жизнью. Все у нее отлично. С работой спорится. Девушка у нас очень успешно работает в теленовеллах. Практически все ее новеллы имеют достаточно высокий рейтинг. С любовью тоже все окей. После расставания с Хорхе Посой жизнь у нее бьет ключом. В общем, может быть, наверное, давно надо было это сделать. Но все бы раньше и наладилось. Ее друг Альберто Гера явно в нее очень влюблен. Ну, а почему бы и нет? Девочка она очень симпатичная и обаятельная. Когда захочет. Ну, а здесь она явно счастлива. И мы за нее очень рады. А вот у Глории и Эмилии Стефан было нешуточное разочарование на этой неделе. Был закрыт принадлежащий им ресторан. Ну, кроме того, что они... Значит, Глория певица, очень известная. А Эмилио импресарио, продюсер. Они еще имеют вот этот ресторанный бизнес. У них несколько штук таких ресторанов. Ну, вот. И они некоторые площади сдают в аренду. Так вот, этот ресторан был закрыт за нарушение правил гигиены. Дело в том, что специальная комиссия обнаружила там таряканы. Они были позади холодильника, на полках, среди продуктов. В общем, их там насчитали около 35 штук. Мертвых оживок. Жесть. Подскажите адресок, чтобы туда не ходить. Ну, надо сказать, что Глория и Эмилия здесь, в сущности, ни при чем. Потому что, действительно, они сдали это помещение в аренду третьей стороне, которая и развела там этот тараканий рай. Ну что, в следующий раз будут приходить к арендаторам с облавой на насекомых сами. И будут проверять чистоту рук. И вообще будут все проверять. Потому что для бизнеса это, конечно, достаточно неприятная штука. Бизнес рискует провалиться при таких обстоятельствах. Ну, а теперь мы расскажем вам о том, что поведал в прессе Габриэль Порос. Он рассказал о своих ощущениях от развода Сони Смит. Ну, вы помните, да, что недавно пара развелась. Пять лет вместе прожили. И вот на тебе, пожалуйста. А развелись они потому, что Соня обвинила его в неверности. Ну, действительно, были многочисленные слухи о его изменах. Он вообще у нас товарищ известный по этой части. Скорее всего, что слухи имели под собой кое-какие основания. В общем, даже Соня Смит, женщина спокойная и достаточно закрытая, не выдержала. Так вот, сам Габриэль говорит, что он был ушеломлен происходящим. И просто не мог понять, что вообще происходит. Почему это с ним? Он был в депрессии от ощущения, что нужно покинуть свой дом. Ну, что его, в общем, никто уже не любит. Но потом он подумал и принял происходящее. Потому что жизнь розами не усыпана. У него осталась его работа. У него осталась любовь к его матери. Мама, она всегда своего ребенка любит. Что бы с ним ни происходило. Что бы о нем пресса ни писала. Ну, вот. И что самое здесь, в общем, приятное в этом интервью, что о бывшей своей жене, о Соне, он говорит только о хорошем. Говорит, что он ей очень благодарен за пять счастливых лет. Их совместной жизни. Что она очень хорошая женщина. Что она одна из самых лучших людей, которых он когда-либо в своей жизни встречал. Ну, приятно. Приятно, когда человек такие вещи говорит. То есть не скандалит, не обливает грязью бывшего партнера. В общем, с достоинством как-то из таких передряг выходят. Ну, замечательно. Вот. А теперь о радостных событиях. У нас целая когорта людей, которые скоро будут мамами и отцами. Да? Значит, вот смотрите. Астрид Каролина Эрера беременна. Ну, дело в том, что она очень давно хотела стать мамой. И вот, наконец, она ожидает своего первого ребенка и поделилась своей радостью в Твиттере. Вообще, хорошая штука Твиттера, да? Чего там только не узнаешь. Всегда можно быть в курсе событий. Держать руку на пульсе. А Шанталь Андерре тоже ждет ребенка. Ну, предыдущие две беременности закончились неудачно выкидышами. Но надеемся, что сейчас все будет хорошо. Морица Родригес и ее муж Джошуа Луц также объявили, что ждут прибавления в семи лет. Вот тут просто отличная новость. Потому что, наконец-то, Морица слезет с голубых экранов и займется семьей. Ну, не подумайте, мы против нее ничего не имеем. Актериса она неплохая, но просто за последние несколько лет ее лицо настолько примелькалось в телемудовских новеллах, что хочется уже от нее и отдохнуть. Вот как раз она с детьми будет заниматься. Пройдет пару лет и, в общем, может опять спокойно появляться. Зритель будет приветствовать это дело. А Марджорида Соса тоже мечтает о детях. Ну, дело только за малым. Найти мужчину, с которым ей бы хотелось этих детей завести. И она явно сейчас находится в процессе поиска. Ну, что, пожелаем девушке удачи, потому что предыдущий ее опыт с Хулианом Хилем удачным явно не назовешь. Итак, на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. Ждем вас в конце этой недели. До свидания. Всего вам доброго. Продолжение следует...